Работники Центра социальной защиты населения Усть-Куломского района скоро отметят новоселье. Из деревянного здания, построенного еще в 50-е годы прошлого века, они переедут в новое помещение, возвели которое всего за 5 месяцев. О радостном переезде расскажет Анастасия Тюрнина. У большинства сотрудников Центра соцзащиты уже чемоданное настроение. Совсем скоро они переедут из полувековой деревяшки в новое здание. Построили его всего за 5 месяцев. На сегодняшний момент все работы выполнены. Ну и хозяевам здания осталось занести только мебель и работать. Просторное и уютное фойе, широкие коридоры, светлые кабинеты. Комфортные условия созданы и для персонала, и для клиентов. Удобство в том, что в настоящее время здесь будет организована работа одного окна. И я смогу организовать работу по приему населения из 4 специалистов. То есть качество работы, скорость приема, все это возрастет. Я думаю, что население останется довольным. Довольны жители района и расположением нового здания. Оно стоит в самом центре села. Рядом автобусные остановки и пенсионный фонд. Кстати, возводят строение в рамках так называемого государственного частного партнерства. Республика Коми в лице агентства по имуществу равными долями будет выкупать в течение 5 лет вот это здание. Значит, и над инициатором выступило агентство социальной защиты Республики Коми. Ну, актуально, если вы уже увидели, да, что у нас здание достаточно старенькое, и проблемы с предоставлением услуг было. Опять же, чем интересно, сегодня тем самым государство уходит большое количество каких-то согласительных процедур. И само по себе в мае был проведен конкурс, а сегодня уже здание готово. Цена проекта 32 миллиона рублей. На строительство ушло 20. Остальные потратили на оборудование помещений всем необходимым. Новый центр откроет свои двери уже в ноябре, пока оформляют документы. После этого здание передадут в руки Центра социальной защиты населения. Анастасия Тюрина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.